привет дорогие друзья сегодня с вами опять же станислав на канале шустрый бум сегодня будем готовить очень вкусное я бы стал по-мужски мясное блюдо мясное с картофелем но я считаю что каждый мужчина на кухне когда готовит он предпочитает чтобы мясо в любом блюде было намного больше сегодня вот именно такой рецепт сегодня готовим казан кебаб с курицей ну что начинаем готовить поехали ну что разводим огонь в моей чудо печки буду готовить в казане своем любимом на 12 литров считаю самый оптимальный самый лучший вариант по объему для одной семьи хотя в нем можно готовить но очень большое количество людей я готовил максимально на если не ошибаюсь около 22 человек в одном казане все казан нагрелся отправляем подсолнечное масло грамм так 100 хорошенечко смазываем стенки казана и первую очередь не обжаривать мясо почему мясо мне нравится когда в казане остается жирок от мяса вкус скажем так мясо а потом уже в этом масле будем обжаривать картофель чтобы вкусовые качества мясо передались нашей картошки прежде чем обжаривать наше мясо хорошенечко его присолим тут у меня смесь перцев добавляю смесь перцев обильненько добавляем свежемолотого черного перца и хорошенечко перемешиваем и теперь намного всем пока все покажем вот это дам и он это он он Субтитры сделал DimaTorzok В течении 15 минут мы обжарили мясо до красивой корочки. Снимаем мясо с козуна. Следующий у нас идет картофель. Обжариваем картофель. Картофель должен быть обсушенный. Ни в коем случае не мокрый. Также картофель обжариваем где-то минут 15. Также сделаем румяную красивую корочку. Мясо мы жарили на среднем огне, а вот картошечку мы жарим на максималке. Для того, чтобы получилась не просто золотистая корочка, а еще и немного хрустящая. Ну что, картошечка уже готова. Прошло 15 минут. Приперчим немного картошечку. Передадим ей пряный вкус. Присолим. По вкусу. Хорошенечко перемешаем. И можно отправлять наше мясо на жар. Проверно. Проверно! Проверно! Нет, онongу. По вкусу. Бprofalfёт instability. Ботой. По вкусу. По вкусу. По вкусу. Заливаю примерно 100 мл воды и закрываю крышкой. Оставляем на 20 минут и наше блюдо готово. Ну что, наше блюдо готово. Можно доставать, мне понадобится две вилочки. Субтитры сделал DimaTorzok Украшаем все синим луком. И петрушечкой. Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, друзья, блюдо очень простое, но конечный результат сам говорит за себя. Очень шикарное, очень ароматное. Стоит приготовить. Ну вот и все. Казан-кебаб готов. Очень легкое, простое блюдо. Стоит готовить. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока. Не забываем подписываться, делиться с друзьями. И не забываем подписываться на мою страничку в инстаграм. Ссылочку оставлю в описании. Всем пока. Картошечка просто вообще супер. Прям видно, что оно... Ну, не передать ребят. Ребят, очень ароматное, очень вкусное. Супер.